Здравствуйте, с вами программа Новый день и я, Анна Черкесова. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Для тех, кто не успел купить подарки, наша идея волшебного презента, сделанного своими руками, будет весьма кстати. В городе царит праздничная атмосфера. До Нового года осталось несколько дней, и это самые волшебные моменты в ожидании чуда. Однако это еще и самые суетливые дни в поисках подарков для близких. Не переживайте, включите фантазию, немного творчества и попробуйте сделать презент своими руками. Сегодня я предлагаю вам сделать новогоднюю композицию на стол, или это может быть и подарок, своими руками. Для начала мы еловые ветки приделываем к деревянным шпажкам и начинаем тыкать пенопласт внахлест. Главное это ваш настрой, фантазия. Для вашего презента можно выбрать различные аксессуары с новогодней атрибутикой. Еловые ветки, шишки, мандарины, елочные игрушки и так далее. Сейчас мы сделали основу и теперь займемся декором. Кедровые шишки. У них красивый рисунок, как розочки. Чтобы усилить этот эффект, я ставлю две шишечки рядом. Теперь мы берем конфеты. Они тоже у нас приделаны на шпажках. Вместо поролона можно использовать флористическую губку. Она мягче по структуре, но ее ни в коем случае нельзя сочетать со съедобными компонентами, так как она содержит ядовитые химические вещества. Теперь мелкие предметы. Бусины я уже заделала на проволоку, подготовила. Какая композиция получится у вас в итоге, зависит все от вашего настроения, от вашего желания. То есть, видите, я захотела повесить сюда, например, игрушку. Мне кажется, она тут игриво и интересно смотрится. Такой презент можно делать с детьми. Это, несомненно, увлечет и раскроет их творческий потенциал. Этой коробочкой можно, например, украсить стол, что создаст уют и новогоднюю атмосферу в доме. Все с нетерпением ждут январские праздники. Как провести их не сидя на диване, а весело и активно, расскажем далее. Много сюрпризов готовят парки города. Ежедневно на январских праздниках здесь будут проводиться развлекательные программы, а также можно будет покататься на тюбингах и коньках. Любителям зимних забав стоит заглянуть на московскую набережную, прокатиться на лыжах, зимних велосипедах, снегоходах, лошадях и даже в собачьих упряжках. Уже традиционно Красная площадь станет центральным местом проведения главных городских событий. Все январские праздники малышей ждут сказочные представления в 15 часов и встреча с главным Дедом Морозом в его резиденции, а вечером в 19 часов можно будет весело провести время на дискотеке. Ну и конечно, здесь на Красной площади 31 декабря можно незабываемо встретить Новый год вместе с тысячами чебоксарцев. За пять минут до полуночи с большого экрана прозвучит поздравление президента России, а затем в час ночи горожан ждет праздничный фейерверк. На этом все. Желаю вам волшебного и праздничного настроения. Ну а завтра-завтра будет новый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова